Три дня, 48 команд и 164 участника из 14 регионов страны. 8 февраля в детском технопарке Кванториум Саров стартовал межрегиональный IT-хакатон. Прильнув к экранам мониторов, ребята раз за разом переписывают код, то и дело прерываясь на обсуждение, чтобы выбрать самый оптимальный вариант. Это уже не учеба, а по-настоящему боевое задание, когда нужно на практике применить все полученные знания. Каждый кейс максимально приближен к действительности. Например, ФМБР России предложила создать чат-бот, который поможет сберечь время и силы в борьбе с COVID-19. Допустим, да, у кого-то COVID, и он пишет адрес в чат. И медикам, чтобы изначально не ехать на Силкино, а потом на Казамазово, а потом в Балыково и обратно на Силкино, им сразу приходят тяжелые, допустим, больные и район, где они находятся. И потом уже не тяжелые, кого нужно объехать, вот в максимально суженных территориальных пространствах, чтобы им удобно было чисто по старому району покататься, а не вот туда-сюда бензин наматывать, время терять, в пробках стоять, кому это нужно. Этим кейсом занимается команда саровских ребят с говорящим для эпохи коронавируса названием «Плюсовики». Их трое. Два человека работают в технопарке, третий на связи в онлайн. Для написания чат-бота используют язык программирования «Питон», который успели освоить на занятиях в IT-квантуме. Разложив кейс на отдельные составляющие, ребята расставили приоритеты и приступили к делу. Мы примерно поняли, какие задачи он должен выполнять. Сейчас мы сделали наброски, пытаемся воссоединиться все вместе. Дальше будем продолжать работать. Пока мы не знаем, как сделать с помощью программы коротчайший маршрут. И пока не очень понимаем, как нам заставить бота понимать, какие симптомы тяжелые, какие нет. Пока юные инженеры и программисты ищут подступы на пути к своим целям, коридоры детского технопарка искрят от внезапного оживления. Как и обещала, в Куанториум приехала новый министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. Пообщавшись с ребятами и их наставниками, она поблагодарила всех участников Хакатона и призвала не пасовать перед трудностями. Вы создаете тот мир, в котором мы с вами будем жить. И помните, что, конечно, все в ваших руках. Не упускайте возможности участия в таких замечательных мероприятиях, даже если это сложно, а простого бывает в жизни очень мало, честно вам скажу. Чаще всего вот именно рост и развитие происходит на решении сложных задач. Всем удачи, до новых встреч на различных мероприятиях. Итоги в детском технопарке подведут в среду 10 февраля. Партнеры проекта, кроме уже упомянутого ФМБА, это Global Test, с РФТИ, Гренатом и Умный Саров, отметят лучшей командой дипломами и памятными призами. А пока Куанториум ждет новых ребят. Все подробности и контакты в официальной группе детского технопарка ВКонтакте. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.